Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас реакция из Таиланда. Судя по просмотрам и комментариям, вам понравилась первая реакция Уильяма. Всем приятного просмотра! Всем привет! На связи Уильям. Спасибо всем, что подписались на мой канал. Это значит, для меня так много. И все эти комментарии, люди отправляют мне запросы и рекомендации. И это все превращается в очень захватывающий проект. А теперь давайте поговорим немного о Димаше и о его чудесном пении. Димаш – это не только фейерверк и виртуозность. Он также поет очень глубоко, с чувством и от всей души. Я не уверен, что произнесу это верно. Эта песня называется Я думаю, это на японском. И это пока все, что я знаю. Давайте начнем. Это в студии. В студии звукозаписи. Какое у него интересное лицо. Такое серьезное. Поехали. Так много дыхания. Так идеально. Настолько совершенно. Кладко, как моя прическа. Хорошо, я сделаю паузу. Здесь как раз момент перехода. И две мысли пришли мне в голову. Первое. У него необычайный слух. Я слышал, что он родился с идеальным слухом. Это означает, что он знает ноту. Любую ноту, когда слышит ее, он может сказать, что это за нота. Это также означает, что он точно знает, как звучит каждая нота. Образно. У себя в голове. Отсюда столь мелодичное пение. А мелодия здесь не из простых. Она все извивается. Она вращается вокруг его среднего голоса. Вплетается в головной голос и обратно. И он справляется с этим всем на отлично. Это же видно, что он понимает то, что делает. Это не сделано на шару. Идеальный слух. И идеальная фразировка. Фразировка значит... Это как управлять машиной по извилистой дороге. Осторожно и мягко заходить в повороты. И при этом успевать разглядеть всю эту красоту за окном. Вот это и есть понятие фразировки в музыке. Простыми словами, это путь, по которому следует музыка. Что ж, он действительно фантастический музыкант. Так, давайте продолжим. Давайте продолжим смотреть. Здесь уже больше голоса. Блестящие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыдание Это все так романтично, не так ли? И я назвал это романтичным, потому что там был момент, когда он перешел в верхнюю часть своего голоса, то есть на верхний пассаж, но он сделал это с таким небольшим рыданием, и это было так созерцательно, романтично. Я про вот эти вещи, которые заставляют нас чувствовать, от которых сердце бьется все чаще. Это была та часть его голоса, которая цепляет тебя за живое. И опять Хочется остаться в этом моменте навсегда. Вот это пение, не все это поймут. Это так потрясающе! Переход Идеально! Идеально! Все это идеально! Он опять это сделал! Совершенно бесподобно! И меня вдруг осенило! Димаш обуздал свою женскую и мужскую энергии. Вам такое приходило в голову? В нем есть и мужское и женское начало. И когда он поет в этом женском высоком диапазоне, там все равно есть этот мужской стержень. А когда он поет в своем мужском диапазоне, там есть вот эта женская нежность. Это словно инь и янь, как будто в нем живут вот эти два элемента, земля и небо, что и делает этого артиста необыкновенно необычайным. Субтитры создавал DimaTorzok Он чрезвычайно талантлив. Он театрален. Он понимает суть. Он понимает смысл. Он знает, как достать до своей души и поговорить с ней о чем-то ценном и важном. Я поистине думаю, что он необычайный человек. Я буквально изумлен. А может быть здесь еще виновата и сама песня. Я уже скоро буду тю-тю. Я абсолютно потерял голову. Спасибо за просмотр. Это был Уильям из Бангкока. Пока. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась реакция Уильяма. Подписываемся на наш канал. Нажимаем на колокольчик. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok